Дайджест недвижимости В среднем однокомнатную квартиру в Кирове в мае можно было снять за 8,5 тысяч рублей, двухкомнатную за 10,5, трехкомнатную за 18. При этом арендная ставка на однокомнатные квартиры за месяц снизилась на 30 рублей, а на двухкомнатные и трехкомнатные повысилась на 80 и 620 рублей соответственно. Почти на 3% упала ставка по суточной аренды квартир. Сейчас заселиться на день в съемную квартиру можно за 1200 рублей. Дайджест недвижимости Кировчане могут решить, каким будет сквер у алых парусов. Накануне появился проект нового парка. Его до конца лета разобьют на месте больничного городка на улице Московской. Работами занимается Кировский ССК. Он ведет строительство жилого комплекса на Октябрьском проспекте, за которым находится территория бывшего городка. Часть его здания уже снесли. Там теперь проложат пешеходные дорожки, поставят скамейки, оборудуют детскую площадку и освещение, поставят уличные тренажеры. Как сообщают на сайте Кировского ССК, каждый кировчанин может предложить свои идеи по улучшению эскизного проекта. Все конструктивные решения обещают учесть при благоустройстве. Дайджест недвижимости В Кирове осудят директора трех строительных фирм. Анатолий Седых обвиняется в невыплате зарплаты на 5,5 миллионов рублей. Деньги 80 сотрудникам компании «Энергострой», «Энергострой Инвест» и «Северо-Восток Энергострой» Седых не начислял в течение года, а расходовал на иные цели. В период расследования на ценные бумаги и две квартиры обвиняемого наложили арест. В данный момент дело направлено в суд. Напомню, Седых проходит еще по одному уголовному делу. Он обвиняется в растрате порядка 40 миллионов рублей дольщиков, которые вложились в строительство дома на улице Сурикова, 39, корпус 3. Сдать его должны были еще в конце 2015 года, но покупатели до сих пор не получили свои квартиры. На этом все. В студии работала Мария Кожевникова.